Привет, я Даша! С наступающим Новым Годом! Да, я буду сидеть весь выпуск, всё видео в таком виде. И будет ещё одно с мамой совместное. И оптимизм рулит, поэтому с оптимизмом смотрим в будущее. И сегодня я рассказываю про прочитанное сзади, кабель месяц, книг было не так уж и много, и принеслось. Значит, добила я карты России, состоит Александр Голдбер. Вот такая книга, я её уже показывала в своих покупках, в своих посылках из лабиринта, оставлю ссылку, кто не видел. Совершенно изумительное издание. Я его сразу показала, как только получила, все его уже видели. Ну, или кто не видел, сейчас пойдёт по ссылке, посмотрит. То есть это Атласом-то не назовёшь, хотя это Атлас. То есть там не просто указаны какие-то скучные данные, типа часового пояса, население, к какому округу относятся. Ну и как-то не так, мне кажется, оно у него, скажите. Состоит из достопримечательностей, иллюстраций которых и изображений, которых есть и очень-очень тратное описание, буквально несколько слов. Так, что у нас было ещё? Далее я прочла две книги у Льва Григорьевича Жданова. Это «С лица у трона Отрак, Властелин», также «С лица у трона Русь на переломе» также у него «Пётр и София». Но так как «Пётр и София» и «Отрак, Властелин» — это, по сути, одно и то же, там только зачин немножечко разнится, то «Пётр и София» я тоже не дочитала, так, пролистала, просто чтобы убедиться, что там чего нового я для себя не найду. Так, как договорились, пока об этих книгах я не буду рассказывать, я буду говорить о них тогда, когда познакомлюсь полностью со всеми произведениями автора. Почитала я также у «Роулинг» две части, у «Гарри Поттера» — это третья часть уже, «Узник Аскабана» и четвёртая — «Гарри Поттер» и «Кобак огня». Как все знают, «Гарри Поттер» — это история в семи книгах о… кажется, в семи, о мальчике, который выжил. Это очень необычный мальчик. Он обожает школу и ненавидит каникулы. И да, маленький нюанс, он учится в школе волшебства и чародейства под названием «Хогвардс». И ещё у него есть главный враг. И не только у него, у всего магического мира, потому что все магии и чародеи относятся к этому самому врагу, волны Марту, ну, примерно так же, как и евреи Гитлеру. И, собственно, я очень боюсь рассказывать тебе техниками, потому что я очень боюсь сделать спойлер. «Узник Аскабана» — это тюрьма, в которой охраняют дементоры. Существа, которые застосывают из тебя всю радость. И в твоём сердце появляются только отрицательные эмоции, только отрицательные воспоминания. Самые плохие воспоминания сразу приходят на ум. Это, безусловно, ужасно. И вот они охраняют Аскабан. И, так сказать, узник Аскабана умудряется оттуда бежать. И считается, что он охотится за Гарри Поттером, хочет его убить. А дальше я, пожалуй, промолтучила, то сболтну что-то не то. Что касается Кубка Огня, тут я ещё больше боюсь сболтнуть что-то не то. Потому что, когда я сама в первый раз читала, меня начало так заинтриговало. Скажу только одно. Книга начинается с всемирного матча по Квидичу. Это спорт волшебников. И там, пожалуй, впервые управляют все последователи Волан-де-Морта. Начинают хулиганить. И вот перед самой школой Квидич происходит летом, во время летних каникул. Перед самой школой происходит интрига. Все говорят о том, что будет нечто особенное в Хогвартсе. И наши главные герои не заинтригованы, в нетерпении. Что же, что же, что же это будет. И вот... Так что не буду портить вам впечатление. И читайте, и сами узнавайте, что там будет ещё. Сколько могла, я и рассказала. Ой, как громко у меня лист сейчас хрустнул. Что касается Бухашема Борисы Цзакуина, это будет совместное видео с мамой вместе снято. И ещё об одной книге я хочу сказать. Она называется «Окна». Ник... Ой, ник... Имя Станислав Сметана. Эту книгу я получила благодаря розыгрышу на лайфлиби. Потом я победила. Она оформлена достаточно симпатично. Корождая глава фактически начинается с фотографии какого-нибудь такого плана. И, пожалуй, оформляет всё, что мне нравится в этой книге. Как говорится, у каждой книги есть свой читатель. Не знаю, кто читатель этой книги, но явно не я, потому что я даже не смогла её прочитать. Я дошла где-то странице до 40-й, 38-й, как-то так. И она вся просто напичкана моими какими-то критическими замечаниями. То есть я вообще... Я когда читала, я вообще не понимала, что происходит. Какой-то просто... Я вообще ничего не поняла, о чём эта книга. Что тут к чему. До меня так не дошло, но больше всего меня раздражало. Если мне не стало так, я не люблю ни в песнях, ни в книгах злоупотребляемыми местоимениями. Он, она, всё. Никаких других условий. Ни имён. Только он и она. Просто изобилие я не смогла одолеться. Но, тем не менее, я считаю, что так как книгу я не прочитала до конца, я не вправе что-нибудь либо заявлять. Поэтому мы делаем скидку на то, что те впечатления, которые я сейчас рассказала, это впечатления не о книге, а именно о тех 38 страницах, которые я смогла себя доставить прочесть. Потом и плюнула, и оставила её. А тут ещё такой нюанс есть. Мы с мамой, обычно адекватные люди, они как судят книгу. Они открывают её наугад, читают положение, и понимают, хороша она или плоха. У нас с мамой своеобразный способ. Я, например, пыляю книгу по аромату, который она источает, а мама по шрифту. Если книга хорошая, она, тогда сейчас сложно писать. Я попробую. Если она хорошая, для меня она будет пахнуть свежей типографской краской. Где-то так. За маму не могу сказать, как она отличает шрифт. Когда я её открываю по ню, выкрохала, мне показалось, что она пахнет кавашиной капустой. Кислой. Прокислой, я бы даже сказала. Меня очень удивило, что на 2008 году выпуска, кстати, я совершенно случайно обратила внимание, обычно в розыгрыше участвуют свежие книжки. И меня немножко удивил тираж. Тысяча экземпляров. Даже мне было мысль, может быть, автор даже за свой счёт сдавался. Так что, вот такие у меня были книги в прочитанном. Увидимся теперь уже в следующем году, наверное. И пока-пока, до скорых книг. Всего самого лучшего в новом году.